Сейчас у нас новая тема. Я в чате сейчас посмотрела, что вы пишете благодарности за то, что тема МНК в этом году очень живая, откликается моментом. И вот в течение недели было очень много обсуждений вопросов на тему того, с чем приходят сейчас клиенты. И мы еще раз возвращаемся к этому вопросу, к коммуникациям с клиентами коуча в период неопределенности. И об этом на площадке сейчас будет говорить Елена Малилина, PCC, вице-президент Ассоциации спикеров СНГ по обучению и сертификации, лауреат премии, лидерщик Coaching Awards 2018, директор University of Future Business Skills. Этого выступления я прямо ждала, мы с Еленой так знакомы, периодически общаемся. И я очень рада, что именно она сегодня на эту тему, в этот день, сейчас расскажет о том, а как коучу быть готовым, как найти свою востребованность на сегодняшнем рынке, как это вот обнаружить свою уникальность и быть востребованным коучем. Передаю Елене слово. Дорогие коллеги, здравствуйте, очень рада вас видеть. И сейчас я вместе со всеми делаю медитацию, прекрасную медитацию, которую провела Анна. И, знаете, действительно так чувствую, что есть такое расслабление, возможно, и у нас. А тема, между тем, требует того, чтобы мы включились. Давайте сейчас активизируемся. Разомнем пальцы. Упражнения для активизации. Уши. И давайте поаплодируем всем, что мы оказались в нужное время, в нужный час. Замечательными медитациями, спикерами, 120 выступлений, последний день. И, конечно же, я думаю, что все уже переполнены. Давайте поаплодируем, чтобы все знания, которые мы получили с вами на этой прекрасной неделе коучинга, у нас внедрились в практику. И поаплодируем себе и коллегам. Аплодисменты. Я уверена, что вы аплодируете. Я слышу ваши аплодисменты. Замечательно, замечательно. Мы с вами взбодрились. И, собственно, трудность у меня была в том, что уже вроде бы все сказали коллеги. И когда я слышала, слушала выступление, я думаю, так, вот это уже рассказали, это рассказали, это рассказали. И сегодня, вы знаете, я с утра, я встаю очень рано, тоже делаю медитацию, тоже со специальной группой. И я подумала о том, что лучшим результатом моей работы сейчас, как ведущей этого мастер-класса, как тренера, спикера, будет то, что я дам конкретные практические инструменты. Прямо вот то, что на злобу дня. Конечно же, наше выступление не будет у нас еще долго на Ютьюбе. Но я уверена, что практика и те фокусы, которые есть и сформировались, они помогут нам и дальше. В то время, когда все, может быть, уже преобразуется и будет немножко другое настроение нашего времени. Итак, наша с вами сегодняшняя тема называется «Коммуникация с клиентом в период неопределенности». И здесь речь пойдет именно о коммуникации. А коммуникация – это тогда, когда у нас есть и отправленное сообщение, но самое важное условие успешной коммуникации – это полученное сообщение. И это говорит о том, что мы действительно то, что мы отправляем в мир, на благо мира, на благо конкретных людей, это все ими принимается и понимается. И я уверена, что вы уже настроили вещание, ручка, блокнот. Возможно, какие-то идеи, которые придут, вы можете записывать в свой туду-лист. Я рекомендую сразу это отражать в каких-то ваших расписаниях. И такой сразу же лайфхак. В последнее время я очень много работаю в Трелло, очень много работаю с собственным виктофоном, который установлен у меня на моем телефоне. Я сразу какие-то идеи записываю для того, чтобы потом их реализовать. Светлана меня очень хорошо представила. Скажу очень просто, что как директора-создателя университета Future Business Skills и эксперт в области создания системы обучения, ускоренного обучения руководителей, а также тех, кто продает это, две наших области такого внимания и компетенций, я помогаю ускорить наработку компетенций. Я и наша команда университета Future Business Skills. Поэтому все, что мы делаем, мы помогаем выявить необходимые компетенции, а также понять, каким образом лучше их не только узнать, накопить знания, что нужно развивать и как развивать, но самое главное, это, конечно, внедрить. И мы занимаемся тренингами, коучингом и консалтингом. Разумеется, коучинг как магический элемент, который необходим для внедрения, помогает всей системе жить и развиваться. И за моими плечами очень много университетов. Я слышала, что коллеги много раз на этой неделе упоминали Томаса Леонардо. Мне посчастливилось в 2003 году пойти на курс, который создал Томас Леонард. Я училась на курсе Романа Каплана и Юрия Галаты, которые являлись представителями университета Томаса Леонардо. И Риксоновский канадский университет, который я закончила, и множество других специализаций. Все это хорошо укладывается в то, что для меня важно помогать в решении задач и в решении проблем. То есть это всеми способами, которые есть, компетенциями, которые я и собираюсь дальше развивать, сделать так, чтобы это все было практично. И книга, которую я написала практично, и селскит, конструктор подготовки к переговорам. Поэтому то, что я уже сказала, слушать запросы рынка сейчас в коммуникации, слушать нашего клиента, иметь конкретные задачи, конкретные действия. Но в понимании контекста, большого контекста ситуации, это то, что нам сейчас нужно сделать, чтобы, с одной стороны, было понимание, что мы делаем, каждый из нас, и все мы вместе взятые как коучи, как сообщество, как мировое сообщество. И также слышать наш рынок. Но рынок на самом деле у нас есть глобальный, есть региональный, и есть микрорынки у каждого коуча. Об этом мы с вами будем говорить. И будем говорить о том, что значит не просто уникальность, уникальность, достаточно заезженное сейчас слово. Мы будем говорить о востребованных специализациях, которые нужны для того, чтобы клиенты нас понимали. Особенно сейчас период спада рынка. И я сейчас не вижу чат, но я знаю, что 100 человек у нас в комнате. И я понимаю, что есть тренеры, коучи, спикеры, консультанты, люди, которые работают в корпоративных университетах. Сейчас напишите, пожалуйста, в чат, что бы вы хотели узнать на этом мастер-классе. И я буду приводить примеры. Возможно, у вас есть какие-то кейсы. Напишите, пожалуйста. И я прокомментирую. Мы сделаем разбор. На разбор я выделю 10 минут. Поэтому вы можете конкретно описать свой кейс. Какую задачку вы хотели бы сейчас решить. Какой вопрос стоит перед вами, как перед коучем, который стремится сделать так, чтобы то, что он делает, было востребовано людьми, клиентами, целевой аудиторией. Поэтому подумайте сейчас, как вы можете сформулировать этот запрос. И напишите, пожалуйста. Возможно, вы коуч, который работает внутри компании, внутри корпоративного университета. Возможно, вы тренер, который только оттачивает свои коучинговые инструменты. Возможно, вы руководитель. И мы с вами потом разберем вообще этот разбор. Я считаю одним из самых важных моментов. Потому что одно дело, когда говорящая голова говорит, а другое дело, когда мы с вами берем и на практике смотрим, как решить тот или иной вопрос. И, как правило, то, что мы разбираем с вами, оно помогает всем. Согласны, коллеги? Если вы согласны, поставьте, пожалуйста, плюсик. Чат я смотрю в чате. Так, пока еще нет у нас запросов. Но кто нас слышит, пожалуйста, плюсик. Либо будем знакомиться. Кстати, очень такое простое упражнение для того, чтобы вы наработали клиентскую базу. Сейчас у нас все через Zoom, коллеги. Все через Zoom. Я еще пока не перешла к теме. Но прямо сейчас уже очень полезный совет. Полезный совет вот в каком плане. Часто, когда мы с вами приходим на мастер-классы не в свое сообщество, а сообщество, смежных, людей смежных профессий, тренеров, коучей, консультантов, нашей целевой аудитории, нам важно себя представить. Потому что людям очень важно, кто находится с ними в одном чате. И я вижу, что некоторые люди пишут конкретно. Я такой-то, такой-то. Я занимаюсь вот тем-то, вот тем-то. И уже понятно, кто в чате. И уже есть запросы. И уже есть возможность познакомиться поближе. И это маленькое упражнение, которое вообще является, наверное, базовым упражнением, когда мы с вами прорабатываем навыки знакомства, нетворкинга. А нетворкинг – это сейчас вообще по всей планете. Я общаюсь с международным сообществом, спикеров, тренеров, коучей. Это навык номер один. Потому что все, что происходит, происходит коммуникация, даже без цели продаж и монетизации. Это все за счет сообщества, за счет того, что мы начинаем узнавать друг друга. Поэтому подумайте сейчас, если вы не представились, что вас останавливает. Возможно, лень. Возможно, дети рядом занимаются уроками. А возможно, какие-то внутренние. Возможно, ложные убеждения, которые мешают написать. Я такой-то, такой-то. Я занимаюсь тем-то, тем-то. И мы к этому будем обращаться с вами сегодня. Потому что коммуникация с клиентами невозможна без того, чтобы мы с вами представились. Да, это очень маленькое упражнение, но полезное. Кстати, еще до того, как мы начнем, одна из вариаций этих упражнений, планируя мастер-классы, прямые эфиры, обучение на следующей неделе, подумайте, как вы можете себя представить для разных целевых аудиторий. Итак, упражнение или задание номер один. Подумайте, в каких вариантах вы должны будете себя представить на следующей неделе, когда вы будете общаться с разными целевыми аудиториями. Спасибо большое, коллеги, за вашу активность. Кто-то только учится, кто-то в ситуации создания, продвижения лайф-коучинга. Да, мы к этим вопросам вернемся, коллеги. Командный коуч, замечательно, как бизнес-тренер, фасилитатор, ИЧАР. Спасибо, спасибо, коллеги, за вашу активность. И продолжайте, пожалуйста, представляться. Мы все здесь клиенты друг друга. И когда нам нужно, у нас болит зуб, мы идем к донтисту. Когда у нас болит желудок, мы идем к гастроэнтерологу. И коуч не должен быть таким самоизлечивающимся бойцом. Всегда есть возможность обратиться к коллеге за помощью даже на основе бартера. Итак, когда закончится неопределенность, друзья мои, ну, наверное, с этого начинается каждая презентация сейчас. Мы не знаем, когда она закончится, потому что неопределенность – это когда неизвестны некоторые составляющие системы. На самом деле, недавно я общалась со своими коллегами и с одним очень известным нейрофизиологом. Он сказал, вы знаете, сейчас неопределенность. Сейчас время, которое называется неизвестность. Потому что неизвестность – есть что-то, что может выскочить, вот как тот черт из табакерки или как манна, которая с небес вдруг на голову опустится. Но мы не знаем, что будет. Но тем не менее, к чему приводит эта неопределенность? Если мы с вами говорим про рынок, четыре недели прошло где-то у нас, то у народа уже ситуация, не у всех, не у тех, кто развивается, постоянно учится, трансформируется, а у очень многих людей, которые составляют большинство сотрудников компаний, сейчас уже заканчиваются эмоциональные силы. Потому что, с одной стороны, работа нужно выполнять, иногда стоят планы продаж такие, что невозможно выполнить, а половину отдела отправили в отпуск, и тогда один боец за двух выполняет этот план. Рядом у нас дети, ну и разные-разные вещи. А люди, которые у нас стремятся к развитию, у них немножко другая, у них другая сторона, в другую сторону качается маятник, у них сейчас переизбыток информации. И так много этой информации, что хочется уже закрыться. Коллеги, кого, кто в таком состоянии сейчас, поставьте, пожалуйста, плюсик, что такое количество разной информации, все так нам интересно. Поэтому в этой самой неопределенности мы еще под информационным стрессом. И как-то нужно выбираться из всего этого. Соответственно, для того, чтобы лучше коммуницировать с клиентами, а коммуникация у нас всегда имеет под собой цель, самые разные цели могут быть, да, это связи, кому-то помочь, формирование личного бренда. Это очень важная тема сейчас. Тема, я могу сказать, одна из самых важных, да, потому что как же среди этого информационного шума в этом океане самой разной информации выделиться, как, собственно, сделать так, чтобы услуги, которые мы предоставляем, предоставляем клиентам, чтобы они действительно были оплачиваемы, и чтобы клиенты понимали эту ценность. Вот этот успех, о котором уже многие спикеры, коллеги говорили, он на самом деле в коктейле. Я три роли выделяю, и об этом я говорю уже несколько лет, потому что неважно, кто мы, коучи, я могу проводить тренинг как методолог, тренер перед аудиторией аудиторов, например, да, и у них, понимаете, точно такие же задачи, у них точно так же. Вот на этом же слайде, может быть написано маркетолог, продавец, переговорщик, аудитор, а маркетолог, продавец, переговорщик, юрист, спикер, тренер. Вот самое важное, что нам нужно понять, что три единства в том, вообще успех в три единстве, и маркетолог, продавец, переговорщик, и коуч, это, конечно же, отдельной области компетенции. И вот я так представила колесо наших с вами компетенций, мы сегодня по ним пройдемся, потому что как раз от них зависит, насколько мы можем эффективно коммуницировать с теми людьми, с кем мы хотим. А вообще, если мы с вами будем смотреть, кто же нас окружает, ведь нас окружают ведь не только наши коллеги-коучи и наши клиенты, члены нашей семьи. Если мы с вами нарисуем карту стейхолдеров наших, а стейхолдеры – это те люди, которые влияют на нас и на которых влияем мы, то у нас, как у людей, помогающих профессией, потому что многие из нас – это там три в одном, четыре в одном, спикер, коуч, HR, T&D. И ведь у нас самые разные стейхолдеры. И если мы с вами проговорим, на кого мы можем влиять, мы можем влиять реально на людей из политики, из власти, из тех людей, которые вообще администрируют деятельность, жизнедеятельность наших городов, страны. И самые разные целевые группы есть, самые разные. И вот если мы с вами составим каждой из нас карту стейхолдеров, то мы с вами сможем понять, а где же наша целевая аудитория? Где же те люди, которым мы можем помочь? И это знание целевой аудитории, ну, аватар клиента сейчас уже, я не знаю, мне кажется, все 90% уже людей прописывают аватары своих клиентов. Это очень полезно. Все мы понимаем, что аватары должны быть достаточно, не один аватар, а хотя бы 2-3. И иногда бывает, когда мы прорабатываем, наше с вами окружение мы выясняем, что есть люди, о которых мы не думали. Например, недавно я, у нас такой дружеский разговор после менторинга состоялся с одной из коллег, которая пришла ко мне на менторинг. И она говорила о том, что у нее есть очень сильная сторона, она помогает людям взращивать инновационные проекты. И вот совсем недавно, буквально неделю назад, она осознала, что ее целевая аудитория – это предприниматели, которые в рамках стенах торгово-промышленных палат, а также в рамках наших бизнес-инкубаторов «Точек кипения» начинает взращивать новые бизнес-проекты. И целевая аудитория, с которой она до этого работала, сейчас автоматически расширяется за счет того, что она поняла, вот моя целевая аудитория – это те люди, которые сейчас находятся многие в стадии роста. Мы говорим про торгово-промышленные палаты, потому что там конгломерат людей, у которых есть прекрасный жизненный опыт, у которых есть уже за плечами очень много реализованных проектов, и сейчас они понимают, что нужно переформатировать бизнес, а бизнес они каким образом переформатируют? Они начинают новые процессы, они начинают новые проекты. И «Точки кипения» многие компании, которые были там, и, собственно, они прекрасно там развивались, и другие бизнес-инкубаторы, там понимают, что нужно что-то другое уже начинать. И так как накоплены компетенции быстро собирать команду, быстро запускаться, то здесь для коуча, вот про которого я говорю, сейчас совершенно уникальная обстановка, потому что именно сейчас компетенции ее, как коуча, очень востребованы именно для этой целевой аудитории. Это очень простой пример, и одно из упражнений, которое я всегда предлагаю сделать на тренингах, это прописать карту, создать карту своих стейходеров. Поэтому прямо сейчас, пока я разговариваю, вы можете накидать несколько еще целевых аудиторий. Здесь очень важный момент. Вы можете повлиять на эту целевую аудиторию, но и она тоже может на вас повлиять. Я думаю, что сейчас, может быть, зародились какие-то мысли, пишите, коллеги, какие мысли зародились по поводу карты стейхолдеров. Что-то, может быть, на вашей карте какие-то новые объекты сообщества возникли. Может быть, они были когда-то, но вы про них забыли. Такое тоже с нами бывает. Мы вспоминаем, потом говорим, ну вот, слушайте, ну как я могла забыть? Соответственно, коллеги, наша целевая аудитория это те люди, на которых мы можем влиять, даже если мы на них раньше не влияли. Итак, прекрасно, я вижу активность в чате. Спасибо большое, коллеги, что вы знакомитесь. Это тоже возможность узнать ваши новые специализации, потому что очень быстро у нас с вами все меняется. И вот это вот, то, что у нас меняется, это знание своих преимуществ, потому что многие сейчас заканчивают определенные школы, определенные курсы, но вопрос на самоанализ. Коллеги, вы уже написали у себя, какая ваша новая специализация? Возможно, вы еще только учитесь, возможно, как в том фильме про Золушку, я не волшебник, я только учусь. Нет, дружок, ты уже волшебник, ты уже делаешь свои чудеса, ты уже делаешь волшебство, называйся волшебником, но только начинающим. Возможно, в какой-то из своих специализаций вы начинаете новый путь. Я, например, честно могу сказать, что в некоторых областях, мы сейчас попозже не говорим, сказать, я только начинаю свой путь, я чувствую себя на этапе осознаваемой некомпетентности. Я знаю свои преимущества, но я точно знаю, что некоторые, пока зоны не знания, мне нужно сделать моими преимуществами, но преимущества, которые есть, мы уже можем транслировать. Попозже расскажу, где я вижу свою зону некомпетентности, пока недостаточной компетентности. Это не касается коучинговых компетенций, это касается других. Итак, знания своих преимуществ. Сто раз, я думаю, вы писали, но когда мы с вами напишем сто первый раз, особенно если мы с вами представили новых стейхолдеров, у нас могут появиться наши новые преимущества. Ну и продажи переговора, на самом деле, любая коммуникация с целью переговора, мы с вами понимаем, а если мы говорим, что наши услуги должны достойно оплачиваться, разумеется, это продажи. Долго останавливаться на этом я не буду. Итак, маркетолог. И роль маркетолог, мы рассмотрим три роли последовательно, для того, чтобы была эффективная коммуникация. Давайте посмотрим сейчас на лучшие кейсы лучших маркетологов. Коллеги, как вы думаете, чем сейчас озабочены лучшие маркетинговые подразделения, лучших компаний на рынке? Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, чем же они озабочены сейчас? Если мы говорим, что мы, как коучи, всегда равняемся на лучших, для нас ролевая модель это не просто пустой звук, мы понимаем, что это значит, что стоит за этими словами. Вот давайте с вами сейчас переместимся мысленным взором в отдел маркетинга какой-нибудь крупной компании, ну, например, компания, которая сейчас, возможно, продает йогурты, или, может быть, констовары, или, может быть, одежду для спорта. Как вы думаете, чем озадачены сейчас маркетинговые подразделения? Ну, особенно те маркетинговые подразделения, которые работают, которые работают с услугами. Так, снижение потребления однозначно есть, да, они уже видят по сводкам каждый день, у них раскладочка. Так, ага, ценности какие, так, стимулирование потребления, переход новый в онлайн. Да, да, понятно, для них онлайн уже давно было для многих. Да, сейчас нужно плотнее, конечно же, плотнее, друзья, на самом деле, они заняты вот чем, самое первое, они заняты изучением, а как сейчас поменялись потребности целевой аудитории, а как сейчас мыслят их потребители, как они заказывают, что им удобно, что им неудобно, где разместить кнопочку на сайте, чтобы человек мог быстрее увидеть горячее предложение, быстрее его оплатить. Как вообще сейчас правильно упаковывать продукты при доставке. Это все, этим всем занимаются маркетологи. И когда мы с вами говорим о том, что сейчас важно очень сделать, а важно понять, как чувствует наш клиент. И вот на конференции в феврале месяце этого года я выступала на конференции на саммите спикеров в Индии. Это было очень такое важное для меня выступление. Я первый раз выступала перед спикерской аудиторией на английском языке. Я выбрала карту проведения глубинных интервью с клиентами. Потому что я поняла, что это тема, которая точно всех заинтересует. Неважно, на каком языке мы говорим, но всем нам очень важно узнать, а как, собственно, понимать, что думает наш клиент, но самое главное, что он чувствует, когда общается с нами. И вот эти глубинные интервью это может быть самая важная часть коммуникации с клиентом, когда нам важно понять не только, что клиент думает, а что он чувствует при общении с нами и с нашими продуктами. Соответственно, маркетинговое мышление, первое, с чего начинает хорошая команда маркетинговая, есть некая идея, есть некое намерение, есть некие цели, нам нужно понять, а что сейчас чувствует рынок или та или иная целевая аудитория. И вот много раз я проводила подобный мастер-класс по поводу того, как слушать рынок в разных компаниях, занимающихся продажей услуг, и всегда я вижу, что изначально тема слушать рынок, а как это, а что это, а зачем это. Но когда мы начинаем с вами говорить, из каких простых действий эта тема состоит, почему-то все становится очень просто. Я сейчас коллеге предостановлю демонстрацию для того, чтобы мы с вами пообщались лицом к лицу. Давайте с вами посмотрим, что у нас стоит задача, вот прям нет никаких клиентов, с нуля понять наши клиенты, чего они хотят. Вот как будто бы вообще нет ни одного клиента, у вас есть коучинговые компетенции, но ни одного клиента нет. Вы не знаете, куда пойти. Вот давайте представим все на секунду такую ситуацию. И тогда, если у нас есть с вами маркетинговое мышление, как вчера, на днях было выступление Ольги Рыбиной и Юрия Мурадяна по поводу мышления, что 40% успеха это мышление. Маркетинговое мышление, оно будет следующим. Мы не знаем, у нас есть некая ценность, у нас есть понимание, какую услугу мы можем представить, но мы не знаем кому. Тогда что мы будем? Мы будем проводить опросы. Слушать рынок это для нас достаточно простая вещь. Мы можем изначально слушать рынок, исходя просто из тех людей, с которыми мы знакомы. Что это означает? Допустим, вы лайф-коуч. И представляю, что вы вообще ничего не знаете о клиентах, как будто бы вообще все стерто-стерто в памяти. Вы выбираете своих знакомых, несколько человек, с которыми у вас достаточно уже доверительные отношения. возможно, они не являются вашей целевой аудиторией или приблизительно похожи на вашу целевую аудиторию. И вы звоните и просто разговариваете. Как дела? Какие у тебя потребности? Как ты собираешься решать? А что ты думаешь делать? Это не коуч-сессия. Это сессия, когда вы представляете, как живет клиент и какие задачи он решает. Но какие задачи он решает? Да, мамочка, которая сидит дома или папочка. У него трое по лавкам. Это вот кейс одной из моих подруг, которая является менеджером очень серьезной компании, живет в Иннополисе, в Казани. У нее трое детей-школьников. Три компьютера с зумом, ее четвертый. И вот у нее огромные проблемы, как она говорит. Я не знаю, я боюсь выходить из комнаты. Потому что все дети к ней бросаются. И младшему ребенку семь лет. И вот клиент, она говорит, я не знаю, кто мне может помочь. Может мне к психологу пойти. И говорит человек, да, действительно, возможно, психолог поможет. Но есть ли тут место коучингу? И вот на поверхности есть потребность. Коучинг мам, работающих мам, которые сейчас в режиме самоизоляции работают со своими детьми. Кто-то скажет, Елена, ну это же очень быстро пройдет. Да, но это все равно преобразуется в некие другие навыки. Навыки совмещать очень много вещей, контролировать очень много объектов. И уже из этого разговора с клиентами могут родиться самые интересные идеи. Особенно, если мы поговорили не с одним, а со многими людьми. И эти идеи могут быть основой для того, чтобы вы вашу услугу, которая уже есть, предложили другим по другим соусам. Елена, продолжайте, пожалуйста, мы сейчас... Я смотрю, что у нас написано в чате, вдруг там вопросы. Коллеги, очень простое задание. Пожалуйста, 10 таких вот разговоров, таких вот интервью с людьми, с которыми вы раньше, возможно, и не говорили. Позвольте себе, просто позвольте, отпустите себя, напишите в этот список самых разных людей. И нам важно услышать не только про их цели, возможно, вообще сейчас цель только одна, как-то выжить в этой ситуации, но можно послушать их проблемы, которые прямо здесь и сейчас стоят перед ними. Поэтому слушание рынка, это когда мы просто спрашиваем, что ты делаешь, что ты чувствуешь при этом. И это, конечно, выражение эмпатии, это, конечно, там глубокий рапорт, но хотела бы вас предостеречь от проведения коуч-сессии. Пожалуйста, не проводите коуч-сессию, просто послушайте, поговорите с человеком, как если бы вы вообще не знали никаких, ни о каком коучинге. Вот это очень важно, потому что коучи очень часто, даже с близкими людьми, я по себе замечаю, коллеги, как мы переходим в формат коучинга. Здесь он, наверное, не очень уместен, потому что наша цель немножечко другая. И, конечно же, поделитесь с собой. Вот для того, чтобы был амен вин-ту-вин, поделитесь с собой. Вот в этой беседе, в слушании рынка обязательно расскажите о себе. Возможно, что-то отразится, возможно, тем, что вы делаете для себя и как вы решаете вопросы. И, конечно, без хвастового бахвальства, лучше так скажу, поможет человеку найти какие-то пути и решения. Да, это очень самые эффективные. Да, у нас есть некто, Анастасия. Елена, минуточку, минуточку, вас не слышно. Сейчас, видимо, у нас техподдержка отрубила всех. Сейчас, секундочку, простите. Нам очень важно слушать именно интересный контент. Попробуйте что-то сказать, что изменилось. Коллеги, как вы меня слышите? Отлично, отлично. Продолжаем о хорошем. И вот, меняя тональность, мы послушали рынок с нашими коучинг-компетенциями, мы проанализировали информацию, мы обобщили кейсы, и после этого мы переходим в вещание, в активную фазу. И здесь, разумеется, нам нужны с вами спикерские компетенции, умение формировать контент, потому что, если мы с вами сейчас не вещаем, мы опять не видны рынку. Что такое вещание? Разумеется, это посты. Но посты, опять-таки, как мы с вами читаем посты, уже невозможно придумать, что сделать в этом потоке информации, чтобы посты были видимыми. Но вещание, Инстаграм, Фейсбук, прекрасная возможность сейчас поговорить с людьми, обратиться к ним. Это спецнавык. Это дополнительный спецнавык, который поможет сейчас всем. Сейчас каждый из нас превратился в телеведущего. И вещание сейчас переходит уже, знаете, после месяца самоизоляции в формат, когда наш контент должен быть таким, чтобы мы правильно коммуницировались с аудиторией, а наша аудитория могла наше сообщение переварить и из него взять самое важное. Коллеги, каждый из нас превратился в говорящую голову. Но говорящая голова сейчас уже мало кого привлекает. И посмотрите, вот как сейчас я в кадре. Да, хотя бы мы видим половину тела. Формат я сейчас сижу так, чтобы мое тело было примерно в золотом сечении. То есть серединка и немножко влево или вправо. Посмотрите, пожалуйста. Это так называемое у ведущих золотое сечение. Если вам это полезно, ставьте, пожалуйста, плюсики. Значит, вот здесь обязательно пространство, примерно ладонь, примерно ладонь, тогда вы будете очень хорошо видимы. Вот сейчас у меня не очень хорошее освещение. Давайте я немножечко поверну, вот так сяду. Обязательно сообщение аудитории, если у вас есть возможность чем-то закрыть стену, стена не всегда бывает такая, которую можно показывать, вы можете на скотч прикрепить листы, нарисовать что-то на них, написать какую-то фразу, фразу дня. Это тоже поможет вашей аудитории понимать вас. Это один из принципов коммуникации, визуальная коммуникация. И, конечно же, мимика и пантомимика, конечно же, жесты. Вообще лучше выступать стоя. Это для тех, кто чувствует себя хорошо, когда он стоит. И очень важно, коллеги, чтобы сейчас контент был маленьким. Все устали от эфиров в Инстаграм по 45 минут. Никто их не слушает. Особенно, если вы оставляете какое-то свое предложение о своем коучинге, о проведении бесплатных или условно платных или платных коучей напоследок. Это никто не услышит. И здесь на самом деле очень важно, чтобы все, что вы собираетесь сказать, исходя из кейсов, которые вы услышали, из случаев, которые вы услышали, прямо сейчас делая опросы со своей целевой аудитории, чтобы вы правильно дали. И вот вы заметили, как изменилась тональность моей речи? Изначально глубинное интервью, это полный рапорт, спокойствие, а сейчас нам надо дать огня. Нам нужно сделать так, чтобы аудитория действительно захотела нас смотреть, потому что эмоции заразительные. И чем мы можем сейчас в период самоизоляции заразить хорошим людям? Конечно же, позитивными эмоциями, конечно же, шутками, веселыми историями и своим эмоционально заряженным голосом. Поэтому, коллеги, когда мы с вами говорим о вещании, в данный момент времени это реальное вещание через наши с вами каналы. И у каждого из вас есть ваши каналы, фейсбук, инстаграм, контакт, даже одноклассники. Я, правда, не знаю, если там возможности вещания. Коллеги, это все очень ценно. Если то, что я говорю, простые советы вам интересны, напишите интересны. Это важные вещи, мы назовем так модно слово лайфхак, но да, это важные нюансы, я не очень люблю слово лайфхак, но это реально то, что работает. Итак, эфиры не больше 30 минут, иначе никто ничего не слушает. И скажите обязательно самое важное, о чем вы собираетесь сказать в самом начале. Может быть, люди дослушают вас до 10, до 15 минуты. Кому-то очень интересно, но это в меньшей степени дослушают до конца. И именно поэтому нужно собирать обратную связь. Обратную связь не только потому, что вы говорите, а по поводу того, как вы говорите. Конечно же, в этих эфирах, которые есть, обязательно должны быть люди, с которыми вы можете реально поговорить и собрать обратную связь. Это может быть представители вашей целевой аудитории. Это могут быть ваши клиенты, с которыми уже доверительные отношения. Попросите их послушать ваш прямой эфир и попросите их дать вам обратную связь. Вообще, то, что вы объясняли, это понятно? То, что вы рассказывали про коучинг, это вызывает интерес? Или опять там какие-то неизвестные слова, какие-то термины? Ну и самое главное, когда вы представляетесь в прямом эфире, насколько вы четко представляете, чтобы люди могли понять, кто вы такой. Если, например, в специализации, у вас может быть много специализаций, вот у меня шесть специализаций в коучинге, executive team, sales, agile, think wave, stress coach, я все эти специализации сразу в эфире говорить не буду, потому что для меня важно, чтобы аудитория поняла, я обязательно как-то представлюсь в самом начале, пусть эфир у вас просто о том, чтобы поговорить, но, собирая обратную связь, вы задаете вопрос, понятно, кто я, понятно, о чем я собираюсь говорить, понятно, та польза, которую вообще собираюсь я донести, и эфир обязательно какие-то пользы должны дать, обязательно, чтобы люди вынесли и сделали, сделали. И, соответственно, если вам или когда вам дали обратную связь, ваша приверженная, целевая аудитория, вы сделали такой тюнинг своих выступлений, вот тогда можно формировать уже конкретное предложение. Оно может быть в посте, оно может быть в лейнинге, оно может быть где-то еще, но это конкретное предложение, которое вы сейчас уже можете сформулировать и сможете сформулировать, если вдруг ваш клиент потенциальный, который никогда не был вашим клиентом, вдруг к вам обратился, он обратился, вы провели прямой эфир и тут вам пишут, о, вы меня заинтересовали, а что вы предлагаете, что такое интересно вы делаете? И тут нужно быть готовыми сформулировать конкретное предложение. И если мы говорим о маркетинговом мышлении, то важно иметь продукт. Что такое продукт? Продукт это то, что вы предлагаете человеку. Это некая услуга, которая конкретно, она выражается в конкретике для клиента. И здесь вопрос, на который многие коучи на самом деле отвечают, очень важный вопрос стоит, на который многие коучи отвечают не так, как понятно клиентам. Когда клиент спрашивает, а что такое коучинг, многие коучи начинают с воодушевлением говорить, да, знаете, коучинг это партнерство. Какое партнерство? У меня очень многие клиенты, когда я так начинала говорить, спрашивали, это было давно, Лен, какое партнерство? Вы что, у вас какая-то партнерская сеть? Коучинг это вид персональной работы или командной работы, который заключается в том, и вы рассказываете, в чем заключается именно ваша услуга. И обучая коучинг в наших курсах, я понимаю, что на самом деле коучи могут быть даже одной специализацией, например, карьерный коуч, или там экзекьютив, или сейлс коуч, но продукт у каждого свой, потому что ваш продукт зашиты дополнительные вещи, возможность, например, сделать изначально тестирование, возможность сделать дебри в коучинговом стиле, провести коуч-сессию, сделать какое-то мощное завершение или что-то еще. И это о продукте. Если коуч не знает свой продукт, что он конкретно предлагает, он не может ответить на вопрос клиента, а как вы предоставляете услугу, потому что многие клиенты спрашивают, а вообще что вы делаете? И тут нужно объяснить, что это принцип партнерства наш, но предоставляем услугу на основе этого принципа конкретным образом. Поэтому, коллеги, оцените, есть ли у вас ваши коучинговые продукты, чтобы вы могли точно сказать клиентам, чем вы занимаетесь по 10-бальной шкале для разных ваших целевых аудиторий. Их должно быть примерно 3, мы не знаем сколько, но 3. Итак, это то, что делает маркетолог. А теперь, когда к вам клиент обратился, вы же уже готовы, вы же четко понимаете, что вот такой-то коучинговый продукт, такое-то количество сессий, там, какие-то звонки между ними, какие-то бесплатные опции вы закладываете в этот продукт, вы уже готовы предложить клиентам, на арену выходит продавец. И слово продавец для многих коучей, это как ругательство, продавец это как, знаете, быть торгашом. И мы провели на протяжении последних лет много опросов, где-то полторы тысячи коучи участвовали в наших опросах, и вопрос был очень простой, зачем коучи занимаются коучингом? Были некоторые опции, вот самое большое, то, что набрало большее количество, ну, скажем так, откликов, сложилось в некий рейтинг. Этот рейтинг следующий, первое, служение миру, все хотят помогать, да, это прекрасно. Помочь себе, пошли на коучинг, помочь себе, оказывается, можем помочь конкретной группе людей. Допустим, человек решил, хотел помочь себе в своей жизни, life and work balance, и оказывается, надо же, так всем моим знакомым это нужно, конкретная группа людей, конкретная группа людей, она живет определенным образом, работает в определенных компаниях, это все равно есть некие характеристики. На третьем месте накопить часы для специализации, прекрасная, абсолютная вещь, это она о профессионализме, кто-то вернуть инвестиции, потому что дома уже спрашивают, и на, почему-то, на пятом месте иметь доход. Такое ощущение, что коучи стесняются то, что они оказывают услугу за деньги. А для клиентов, понимаете, если мы поставим с вами себя на, скажем так, положение на место клиента, то для нас странно, если нам кто-то что-то предлагает, что-то непонятное еще бесплатно. Это в первую очередь вызывает чувство страха, подозрения, недоверия и прочие разные эмоции. И активизирует очень многие опыт, который люди получали, когда они вступали непонятно куда и получали непонятно что. Ну что они получали, понятно, они теряли много времени, деньги и что-то, эмоции положительные. Соответственно, коллеги, если мы говорим про компетенции продавца, то, конечно же, важно продать изначально то, что ты можешь, знание коучинговых технологий. Я опять выключу экран, чтобы быть с вами. Коллеги, что такое продавец? Для меня продавец это про продажу ценностей. Не про продажу, а про предложение, про то, что давать. И как методолог, который разрабатывает тренинги по продажам для разных компаний, средних, крупных, я понимаю, что всегда это завязано на потребность. И огромное любопытство, огромный интерес у коуча должен быть на этапе знакомства с клиентом именно на то, как живет клиент. Вроде бы вы уже опросили свою целевую аудиторию или знакомых, у вас уже есть некие идеи, что можно предложить, но нужно спрашивать клиента конкретно. не про цели, а про то, как он живет, про ситуацию, как он собирается решать вопросы клиента, про то, каким образом он вообще из ситуации собирается выходить. Потому что для каждого из нас, если мы наберем личностный уровень, для нас, конечно же, важны цели, но важно, чтобы мы достигали этих целей легким путем. И сейчас, если посмотреть, как вообще меняется у нас ландшафт запросов вообще в принципе, то люди устали тяжело работать. Кому знакома эта проблема из коучинга или этот запрос, кто как коучи слышит от своих клиентов «я устал тяжело работать», «я устал тяжело зарабатывать деньги», «я устал». Пожалуйста, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы слышите, что люди устали тяжело работать. Соответственно, они ищут теперь легких путей, им не нужно тяжелые пути, они уже этого не хотят. И для коучей это вызов. Для коучей вызов в том, чтобы показать, как элегантно, изящно, со всеми нашими коучинговыми опциями мы можем предложить человеку вот этот путь, пройти этот путь. И здесь случается некое, знаете, такое наложение компетенций. С одной стороны, компетенции человека в продажах это компетенции, которые очень похожи на коучинговые. Тот же сам, рапорт, да, некое создание атмосферы доверия, не то, что некое, а создание атмосферы доверия. Дальше, анализы, выявление потребностей, вопросы, это один и тот же инструментарий и у коуча, и у продавца, и у консультанта, и у любого человека. Но направление этих вопросов разное. Хирург с помощью своего скальпеля может сделать операцию, а может порезать после этого, ну, может быть, не этим скальпелем, как-нибудь другим, хлеб, когда, да, или вскрыть банку со шпротами, когда они отдыхают после операции. Одним и тем же способом, может быть, метафора не совсем уместна здесь, но вопросы это наш инструмент для открытия мира клиента. В продажах открытие мира клиента это выявление того, что он не хочет. Это очень важно. Человек знает, чего он хочет, но самое важное, чего он не хочет. Как сказала недавно одна из моих клиентов, которая там, как, к счастью развелась для себя, она сказала, я еще не знаю, чего я хочу, но теперь точно знаю, чего я не хочу. И точно так же говорят многие руководители. Соответственно, наши с вами компетенции это умение применить технологии маркетинга и продаж, знание этих технологий доскональное, потому что есть компетенции как маркетинг в продажах, и вот те компетенции, кстати, которые я развиваю, это как раз маркетинговые компетенции. Для меня казалось, что Инстаграм это абсолютно незнакомая сеть. Да, вот я конкретно говорю, что у меня есть непонимание, чего я еще не знаю именно в этой соцсети. Я выделила для себя не так давно эту зону интереса, потому что я смотрю, что все веща не там. Технологии продаж я знаю, навыки продаж, умеем ли мы отслеживать в наших переговорах компетенции, как у нас есть 11 компетенций в коучинге, так и есть компетенции в продажах. Личностные качества. Личностные качества это ваши качества, которые каким-то образом отражаются в качествах целевой аудитории. Все равно работает подобное, принцип подобное притягивает подобное. Лучшие, например, в селскоуче знают, что лучшие продавцы это люди очень активные, соответственно, пустимое опоздание даже на минуту. Разумеется, убеждения и мотиваторы. Из-за убеждения можно много вскрывать свои убеждения, но очень часто наши убеждения в области продаж и коммуникации с клиентами просто исчезают, когда коучи, ну и другие специалисты, помогающие профессии, досконально изучают технологии продаж и маркетинга. Все равно знание это свет, он побеждает наши внутренние сомнения и страхи. Это всегда так работало. Поэтому можно бесконечно ходить к коллегам коучам и выскакивать себе убеждения, а лучше пойти и понять, что же скрывается за нашим незнанием, какие технологии есть у лучших представителей этого рынка. Ну и разумеется, мотиваторы действовать, помогать, улучшаться, все это очень важно. Кстати, по поводу мотиваторов и ценностей. Не секрет, что многие коучи сейчас приходят к выводу, что, слава богу, не все люди из целевых групп являются клиентами. Самая важная мотиватор и самая важная ценность, что отличает коучингов клиентов, это развитие. Не тратьте свое время и энергию на тех людей, которые не хотят развиваться. Не тащите их на себе в рай. Не надо нам играть с вами спасителей. Человек не хочет развиваться, у него есть осознанный выбор. Иногда ему нужно дойти до дна, чтобы оттолкнуться и всплыть. Если вам это знакомо, эта ситуация отражается, напишите, пожалуйста, комментарии, пишите, пожалуйста, вопросы, которые сейчас будут. Я завершаю, и еще будет возможность что-то разобрать. Итак, коуч по поводу коучинга. Коллеги, я всегда отмечаю какие-то знаковые встречи. Я думаю, что многие из нас мы отмечаем знаковые встречи в нашей судьбе. И вот такой знаковой встречей в моей коучинговой судьбе была встреча с Маршалом Голдсминтом в Торонто в прошлом году. И я брала у него интервью, оно было небольшим, 25 минут. К сожалению, наложение было звуков и на моем диктофоне, были очень большие шумы, очень плохо слышно, мы его расшифровали, но скажу идею, которую дал Маршал Голдсминт. Я ему спросила, Маршал, какие компетенции нужно выращивать коучинга? Вот какой бы вы совет дали русскоговорящим коучинга? Он сказал следующее, Елена, ну, конечно, я дам совет любым коучинга. Нам нужно забыть, что мы про цели. Нам нужно понять, что мы про проблемы, потому что мои клиенты платят мне деньги за годовой коучинг сразу же, не потому, чтобы я помог им увидеть их цели, а потому, чтобы я мог помочь им преодолеть все внутренние вызовы, проблемы на пути достижения. да, мы можем говорить, что у маршала Голдсминта прокаченные клиенты, это лидеры мировых корпораций, это список Форбс, они очень хорошо знают свои цели, но вы знаете, сейчас практически все пишут цели, сейчас у нас школьники пишут цели, и важно, чтобы мы с вами начали понимать, что да, мы в коучинговых сессиях все-таки помогаем клиентам решать их задачи, их проблемы более легким способом, более быстрым путем и сокращаем время клиентов на решение их задач преодоления проблем. Для чего мы это сокращаем? Для того, чтобы помочь им жить. И вот если этого послания от коуча нет, если коуч говорит, ну, вы знаете, это на вас же вся ответственность, коу нет, мы коучем ответственность не берем, коллеги, это неправильный посыл. Да, у нас есть инструменты работать с препятствиями, со страхами, у нас есть масса специализаций, поэтому об этом нужно говорить, конкретно, какие вопросы мы решаем. Это все очень хорошо говорит на кейсах. И очень важно для того, чтобы люди понимали, у кого они покупают услугу или с кем они хотят работать, очень важно, чтобы коуч выстроил целостный нарратив своей жизни. Потому что я об этом уже давно говорю, еще раз повторю, такое ощущение складывается, что у многих коучей есть жизнь до коучинга и жизнь после. Такое впечатление, что люди, замечательные руководители крупных компаний, которые изучили коучинг, как бы отсекли все, что у них было до этого. И они думают, а какой же я коуч? Я же еще даже на ИСС не накопил. У меня всего лишь еще 75 часов. Ну, что я могу сделать? Друзья, ну, я думаю, что очень многим из нас известно имя Роберта Льюиса Стивенсона, который сказал, всякий, кто добился своего нынешнего положения, начал с того, кем он когда-то был. И когда мы с вами выстраиваем лестницу нашего внутреннего прошлого развития, проводим ретроспективу жизни, мы с вами находим подарки для самих себя. Одно из прекраснейших упражнений, которое я рекомендую сделать, может быть, после недели коучинга, может быть, на этих выходных, создайте свою ретроспективу, подумайте, кем вы были в школе, кем вы были в институте. Я, например, была мастером струотрядов в 19 лет. И для меня это находка, обнаружила эту находку, потому что для меня значит, что уже тогда я могла решать очень серьезные проблемы не от лица только себя самой, а от лица большой команды. И это для меня точки опоры. Это значит, для меня одной из моих сливых аудиторий может являться аудитория вдохновения молодых студентов, которые сейчас делают серьезные проекты в рамках страны. Это не значит, что я пойду заниматься этой целевой аудиторией прямо сейчас. Но я могу написать, что в рамках благотворительности я могу выступить перед этими молодыми людьми. И это тоже очень важно. Это тоже о служении. И вот такие... Это очень простой пример на своем примере. Я привела его. Это очень важно. Но это зародило у меня серию дополнительных моментов и как я сейчас могу помочь своим клиентам, что я могу сделать. И это об осознанности. Ну и востребованная специализация. Коллеги, конечно же, специализаций много, но в рамках одной специализации есть дополнительные ниши. Экзекутив коучи много. Кто-то работает с крупными клиентами, кто-то только с собственниками бизнеса, кто-то только с инвесторами. Сэлс коучи. Я могу сказать, кто-то работает с малым бизнесом, с крупным, с самым разным. Лайф коучи. Огромное количество дополнительных специализаций в Лайфе есть. Елена, я очень прошу прощения, осталось две с половиной минуты до следующего поступающего. Осознай зону своего интереса, свои корни, зоны своего интереса, узнать, что есть на рынке и рассказать об этом тем, кому нужно. И есть, возможно, которая сейчас зарождается, она будет явной. Имейте, пожалуйста, в виду, что сейчас возможность каждому иметь свое личное позиционирование на рынке и иметь свою личную специализацию в рамках, возможно, тех, которые уже есть. Поэтому, коллеги, закончу фразой. Вчера был у нас цел завтрак, мы приглашали наших клиентов из бизнеса и спрашивали, как, на их взгляд, с их стороны должен продаваться долгосрочный контракт, чтобы они рассказали нам изнанку. И один из директоров компании сказал такую фразу, она сделала вчерашний день, нам надо спешить, нам всем надо спешить, ведь кризис закончится через 4-6 месяцев. Вот такая информация. Мы все привыкнем к тому, что есть, и клиенты останутся с теми, кто поддержал их в трудные дни. Вот такая вот фраза, когда я говорю, у меня мороз по коже, коллеги, потому что я понимаю, что именно сейчас мы можем с вами оказать незаменимую поддержку нашим с вами клиентам и помочь им сделать так, чтобы они решили самые сложные вызовы вместе с нами. Поэтому, коллеги, коммуникация это не только отправленное, но и полученное сообщение. У нас есть все возможности для этого. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Пишите вопросы, добавляйтесь в соцсети. Найти очень легко. И давайте посмотрю. Спасибо большое. Елена, к сожалению, сейчас не будет уже возможности ответить в эфире на вопросы. Спасибо за ваше мощное, вот такое яркое. Вы дали все контакты и если сейчас будут здесь вопросы, на которые мы не ответим, мы перенесем их в Facebook. Я каждый раз слушаю вас с огромным удовольствием, то есть это соединение инструментов и огромной стратегии, как это делать, как продвигаться. Уже захотелось побежать тестировать свою целевую аудиторию, получать от нее обратную связь. Огромная вам благодарность от всех нас, организаторов и участников. Спасибо большое. Спасибо, коллеги.